У нас на пожарной части есть спортсмены, которые участвуют в соревнованиях, в том числе международных, в том числе пожарно-спасательный спорт, плавание, бег. Мы, конечно, все это потеряем, но учитывая специфику работы, желательно, чтобы вне рабочего времени. Но если соревнования, конечно, очень серьезные, то мы снимаем с работы и это очень сильно приветствуется. То есть позиционирование спортивного образа жизни, здорового образа жизни, оно, конечно, приветствуется. Скажем так, что если человек хочет заниматься каким-то видом спорта в нашей организации, в целом, конечно, это не бизнес, это как бы государственная структура, то это, конечно, приветствую, потому что всякие есть, проводятся различные соревнования, в том числе в системе самой МЧС, в том числе участие в каких-то субъектовых соревнованиях городских и так далее. Ну, это, конечно, очень положительно сказывается на тем, чтобы привлекать новых сотрудников. Секрет сплоченности нашей команды – это хороший подбор нашей команды. Мы не выбираем все сотрудников, нам их в какой-то мере назначают, мы все-таки не коммерческая компания. Но в то же время мы можем как бы регулировать передвижение сотрудников внутри системы и избавляться от тех, кто не соответствует нашему какому-то командному духу. А, конечно, такие соревнования позволяют выявить людей, которые, с одной стороны, вроде как являются какими-то стимулами команды, в то же время, вроде, может быть, они не имеют командного духа, но они имеют какую-то силу воли. Это очень полезное соревнование для того, чтобы формировать коллектив. В этом году у нас 95 лет пожарной части и пожарной охране Государственного Эрмитажа, поэтому для нас это, конечно, очень большое событие, к которому будем готовиться, организовывать выставку. И Государственный Эрмитаж в этом плане очень хочет нам в этом помочь. Это для нас очень большое событие, потому что не так много пожарных частей в нашем городе могут похвастаться с таким долголетием. Субтитры создавал DimaTorzok